О прошедших выборах надо поговорить. Ну, как всегда, все происходит как обычно. Выборы фальсифицированы, говорит оппозиция. Гауссовой кривой нет. Все ужасно, как таково. Гауссовой кривой. Гауссовой, а. Гауссовой кривой. Конечно, там надо понимать, что то распределение, которое они хотели бы видеть, это, конечно, так не называется, это другое распределение. Но, тем не менее, оно действительно математическая теория однозначно свидетельствует о том, что выборы, конечно, фальсифицируются. Притом, не было никаких проблем фальсифицировать их так, чтобы математическая теория не позволила это увидеть. Но я хочу сказать совершенно другое. Я хочу сказать, что сам по себе факт выборов, сам по себе факт выборов, уже означает в современных условиях факт фальсификации. Почему? Здрасте, у вас какие-то такие? Сам по себе, да. Сам простой факт. Участие. Ну, чего? Чего вы святились-то? Все, нет. Ну, вот. Почему это происходит? Потому что речь идет в том понимании, что такое является представительская демократия. Представительская демократия, это тогда, когда ты берешь определенного уровня делегатов, депутатов, их выдвигаешь, и они тоже где-то за тебя голосуют. То есть ты им делегируешь как бы собственный голос. Вот это получается так называемая представительская демократия. Откуда она взялась? А из того, что ты бы готов посоветоваться, скажем, со всем народом. Потому что говорят, что основа настоящей демократии – это количество штыков. Один штык, то есть один голос, да? Вот, по возможности. То есть она – дитя массовых армий. Вот. Но ты собрать их не можешь. Ты можешь собрать, ну, тысячу человек, ну, четыре тысячи человек, ну, пять тысяч человек в одном месте. Что тоже неудобно. Удобнее собрать 100, 400, 200. Отсюда особенность представительской демократии. Ну, легко понять, что на сегодняшний день этот самый институт представительской демократии в связи с новыми технологическими веяниями лишен какого-либо смысла. Почему? Потому что ты очень просто, очень запросто, абсолютно защищенным образом можешь отдать свой голос напрямую. Тебе не нужно выбирать никакого посредника между тобой и властью. То есть нет тебе необходимости делегировать этот голос кому-то другому. Это технология блокчейн, не блокчейн, какая угодная. Но ты, тебе не надо ходить ни на какой избирательный участок. Ты сидишь за компьютером, абсолютно защищенным образом можешь отдать свой голос. Более того, ты можешь участвовать в голосовании по любому закону. На сегодняшний день как происходит? Сина, Дума или что-либо еще? Кто-то предлагает закон, право законодательной инициативы. Ну, может быть, это президент, может быть, сами представители. Ну, кто-то, скажем, да? Да, кто-то. Он предлагает это дело. А потом люди, которым мы делегировали собственные голоса, один раз в 4, один раз в 6, один раз в 8 лет или когда-либо еще, за нас делают вот этот выбор. Сегодняшняя же технология прямо противоположна. То есть могут предложить это закону. Но ты можешь в любой момент провести практически общенародный референдум по этому поводу. Просто зайдя на одну-две минуты в собственный компьютер или в собственный смартфон, который у каждого в кармане, и ты за каждый этот закон можешь проголосовать. Поэтому я и говорю, что сам по себе факт выборов, как таковых на сегодняшний день, выборов депутатов, это уже является фактом неадекватности, фактом подтасовки голосования самой по себе. Самое наличие Государственной Думы, Сената и всех остальных органов, это уже на сегодняшний день является, как ни странно, это была демократическая процедура когда-то, теперь это является процедурой антидемократической. Нет, ну вы знаете, что давайте так это как-то... Во-первых, первое замечание, что там значит демократия и штыки, это как-то... Ну, это хорошо. Это вот есть одна... Честно говоря, я об этом первый раз слышал. Одна из версий социологических, она говорит, что когда появились массовые выборы. Потому что, как бы, появились массовые армии. Если раньше у тебя должен был какое-то сословие, ну, например, стрелять из тисового лука нужно было 20-30 лет, прежде чем ты превратился в настоящего лучника-стрелка, то здесь тебе насыпали пороха на полку, и ты из мушкета бабах и выстрелил. То есть учить тебя долго не надо. Когда появились массовые армии, то, значит, и получилось, право требовалось как таковое всеобщее голосование. Когда женщины смогли так же обращаться с Кольтом, как и мужчины, они примерно так и обращаются, даже если это Шарон Стоун, то тогда, значит, появилось и голосование для женщин, и так далее, и так далее. Это одна из версий. К в основной теме моего доклада она не имеет никакого отношения. Главным тезисом является по-прежнему. Во время сотовых телефонов, смартфонов, шифрования данных, интернета и всякого прочего, наличие самой Государственной Думы, Сенатов и остальных представительских органов власти является уже антидемократически по своей сути. Любое голосование ты можешь принимать большинством голосов. Игорь Юрьевич, это, к сожалению, то, что вы говорите, это ваша отдельно настоящая точка зрения, но делегирование, ведь мне вот, я неоднократно уже говорил, когда вы там предлагали тему выборов, голосования, значит, как-то там, ну, неважно, по какому-то семинаре, что есть форма и содержание. То есть вы говорите, что там, вот, да, вот теперь форма поменялась, средства связи, коммуникации и так далее, и все, да, и все изменяет. Ну, а суть-то процесса-то вы же... Ну, суть процесса состоит в том, что... А суть процесса сейчас, можно я так говорю фразу, что... Вот, если взять примерно, вот, конкретизировать, вот, вот мы находимся на территории Российской Федерации, и сейчас население Российской Федерации более чем, это статистика, это не моя придумка, это статистика, более чем на 90% экономически безграмотно, и, соответственно, политически безграмотно. И вот вы предлагаете, значит, безграмотному населению, вот, прямо непосредственно, значит, решить закон, допустим, там, о прокладке линии метро туда или сюда, там, или, значит, туда. То есть, ну, я не специалист, там, я специалист в этом вопросе, он специалист в другом, в третьем. Во многих вопросах мы, естественно, не являемся специалистами. И вот представительные органы власти, они являются... Мы по каким-то критериям, там, то ли нас купили, то ли мы там выбрали как-то, там еще, там, понравилось, или как-то мы делегировали свое право ответственности на выбор каких-то решений вот этим людям. Не то, что это суть вот этого процесса, а форма, форма может быть электронная, там, стрелами стрелять, там, чего угодно. Да, но это предполагает, что мы избираем каким-то образом компетентных людей. То есть, мы посмотрим на самую процедуру выбора, мы выбираем некомпетентных людей. То есть, они не лучше ничем другого, чем коллективный разум. Почему? Это старая попытка сравнить Википедию с обычной энциклопедией. Энциклопедию обычно пишут специалисты, Википедию пишут кто пройдется. Сравнение их оказывается, что статьи по Википедии более качественные. Они написаны лучше, лучше изложено. Люди, которых и пишут, обладают большим кругозором, являются большим специалистом в своей области. Поэтому, как бы, сравнение обычной энциклопедии, которую дают, вот, ты специалист в этой опыте, напиши. А Википедия, кто пришел, тот и написал. Ну, их консенсус, то есть, движение их большое количество, позволяет им исправлять ошибки друг друга. Позволяет это дело редактировать и превращать в эту штуку. То есть, Википедия, сообщество Википедии, она оказывается значительно более компетентным, чем сообщество экспертов. Это по этому поводу проверяли. Но, знаете что, если вы прочитаете эту статью, в каждой статье Википедии заканчивается, что вот версия, вот вы сегодня читаете версию, которая еще не проверена компетентными участниками. Ну, не каждая статья. Ну, к примеру, там вот так. Это большая ремкость. И тем не менее, она... И спрашиваются в задачнике, а кто эти компетентные участники? Там даже нет списка и нет ссылки. Анонимные, анонимные. Они, конечно, анонимные. Но, тем не менее, вот опыт показывает, что такое взаимодействие как таковое, оно оказывается более эффективно, вот построено на принципы Википедии, чем попытка отдать каждую статью в руки написания конкретному специалисту. Где угодно. Вот это вот показывает. Здесь точно так же. В любое предшествие любого закона, принятие что-либо еще, его должно нормальным демократическим обществом предшествовать обсуждению в прессе. Да? Любое. Вот поэтому пресса является важнейшей составляющей демократического общества. Ну, одной составляющей. Ныне этому делу предшествует обсуждение в блогах. Точно там же могут лидеры мнения. Они могут между собой дискутировать по этому поводу. И любой человек, который говорят, что он некомпетентен, он, ознакомившись вот с их мнениями, с точками зрения, по различным вопросам, он должен сделать за себя выбор. И выбор, вспоминаем опять Википедию, ее преимущество перед большой советской энциклопедией, его выбор в этом смысле будет гораздо более компетентен, чем... И он не один раз там шесть, как выбирают российского президента, да? Не один раз в четыре года. Нельзя не вспомнить этот замечательный анекдот, чем российский президент отличается от американского. Дело в том, что сразу же после выборов американский президент в момент присяги кладет на Конституцию руку, да? Вот. Это вот такая штука. Не раз в четыре года. А он является прямо сейчас. Ты берешь и непосредственно можешь управлять государством. Любое, поэтому я уже говорю, что это... Там же много безумных вещей сделано. Ну, например, когда мы почитались участвовать в муниципальных выборах, там в списке подписей, в шапке должны были от руки написаны быть какие-то там вещи. Каждая запятая была важна. Почему она была важна? Потому что те, кто нужно, когда они эти подписи сдадут, к этому не придерутся. А те, кому не нужно, там ее найдут. То ли запятую, то ли точку запятую. И те забракуют и с подписями. Безусловно. Почему она не может быть набита? Форма, да, вот к форме придирались. А содержание какое? Да, что вот это... Ну, вот так вот... Содержание, оно очень простое получается у меня вот в этой ситуации, что сам по себе институт Государственной Думы может говорить, что выборы честные, нечестные. Что партии те или не те. Что ватники избиратели плохие или хорошие. Но в любом случае, вся эта система, она давно устарела. Точно так же, как устарела обычная почта между Чили и по морю на корабликах, на уровне современного скайпа. Но устарела. Все, нету ее. То есть, как только у тебя появилось новое технологическое содержание, то у тебя точно так же процедура, которая выглядела как демократическая, превратилась в антидемократическую. И у тебя другого содержания ныне, сейчас, в существовании Думы, всем, кроме как антидемократическое, как тотальный контроль какой-то группы, захватившей власти в стране, другой быть не может. Вот. Поэтому можно говорить о честности или нечестности, но надо стремиться к одному, чтобы институт так называемой представительской демократии отошел в глубокое прошлое. А появился настоящий институт, институт непосредственно изъявлением власти. Очень было интересно в 80-х годах. Вы еще, знаете, вот возражения тоже по сути, да? Допустим, вот вы привели пример Википедии, да? Вот нам тут интересно, мы, значит, взяли эту статью, почитали. Вы, 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 все мы почитали, то-то, сё-то, да. Но извините меня, допустим, вы выпиливаете лобзиком, а я бежу крючком, мне про выпиливание лобзиком неинтересно. Но надо принять тоже какой-то закон про выпиливание лобзиком. Ну вот, и вот у вас в дискуссии, в дискуссии, в прессе будут присутствовать люди, которые, если вы принимаете закон о выпиливании лобзиком, которые выпиливали лобзиком и разбираются. Ты будешь сравнивать их точки зрения и на этом основании делать выбор. А у меня ещё и нет времени, понимаете? Если у меня нет интереса, то зачастую бывает это... Значит, за тебя сделают выбор те люди, в которых этот интерес есть. Вот поэтому это делегирование полномочий группы НИС одному какому-то... Нет, 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 вполне нет. Если ты к этому интересу, то тебе не надо ничего делегировать. А надо просто делать выбор в данный момент. Просто сиди себе и не интересуйся. А если тебе это к этому интерес есть... Я знаю, что этого очень боятся. Потому что народ, который пытается напрямую голосовать, он начинает перекидывать все деньги, которые может, как правило, на здравоохранение и образование. А, например, систему правоохранительных органов, как ни странно, и систему безопасности, то есть в армию. Как правило, оттуда деньги снимаются. Это всё понятно. А у нас это... Я понимаю, что это невозможно. Вот тут недавно нас Владимир Владимирович Путин порадовал, что МВД будет сокращено то ли на 180, то ли на 120 тысяч человек. Так их стала новая сумма численности 980 тысяч. Это на 146 миллионов. То есть 100 тысяч рабоспособных каждый... Первый милиционер. Каждый сотый. МВД перевели в Национальную гвардию. Ну, это неважно. Так а есть ещё ФСБ, ФСО, всякое прочее. Да у нас вообще ситуация оказывается, что каждый десятый мент просто в стране. Да. И опять ситуация такая, что один защищает... И они продают друг другу наркотики, они отжимают друг у друга деньги, фирмы. Это вот идёт вот это такая. Это ясно. А если вернулись бы обычные выборы, когда руководитель районного отделения милиции, да, или полиции на сегодняшний день, зависит от возъявления его избирателей в этом районе. Мгновенно. Мгновенно, да. Но у них тоже через институт выбора написано. Ситуация была бы другое. У тебя бы вот это. Игнорировать никакую статью прессы, письмо в балалке или что-либо ещё возможности не было. Всё было бы исправилось. Но я хочу... Сумасшедшая же экономия. Ни избирательных комиссий, ни подлогов. Нет этих безумных учительниц, членов участковых избирательных комиссий, которые занимаются подделкой подписей избирателей, фальсификацией выборов. Всего этого нету вообще. Ничего этого нету. То есть люди ходят честные и порядочные. Не потому, что они честные и порядочные на самом деле, а потому, что у них нет возможности своровать просто. Смотрят своим ученикам глазами честного человека. Вот вся эта ситуация. Ясно, что подобного рода изменения... Вот сейчас в Исландии что-то делают. Почему я Исландию люблю? Потому что там власти сейчас находятся и будут развивать свои действия. Партия панков, да. Ну а у меня же тоже это панк-программа, после Путина называется. И вот в качестве панк-программы я выступал недавно еще в ситуации жребия, когда ты 5 или 7 человек выбрал на должность, а потом между ними жребие кинули. Вот. Но сейчас я думаю, что тогдашняя моя программа, она оказывается не настолько радикальным, если сегодня надо эту самую ситуацию изменить. То есть она должна быть радикальна, что у тебя институт представительской демократии должен уйти в прошлое. Что все люди должны массе своей каждый раз отдавать свой голос при помощи электронных средств. Напрямую. Ну, во-первых, значит, если вы говорите про Российскую Федерацию, то сегодня, значит, отдавать или свой голос напрямую при помощи электронных средств, то на сегодня, значит, более 50% жителей Российской Федерации имеют один источник информации. Он называется телевизор. Еще, значит, плюс 20, что ли, имеют всего два источника. Да, да, да. Поэтому, если кто-то думает, что эта ситуация резко изменит, не изменит. Так нет. Поэтому в нормальном обществе демократическом, не имитационной демократии, как у нас, в нормальном демократическом обществе у тебя господствующий класс осуществляется господством над обществом, не путем фальсификации выборов, как у нас, а путем контроля над средствами массовой информации. Это приемлемая вещь. То есть во всем мире правящий класс контролирует средства массовой информации. И таким образом пытается не хлиять. Но это ненадолго. Недолго ему осталось, блин. Ну, тут еще хотелось бы спросить и выяснить несколько моментов. Вот я слышал запись с нашей не государственной, я так понимаю, ЗАГСа, законодательного собрания. И там вот принимались решения, такая вот сугубо рутина, такая, где они голосовали, что-то обсуждали. И даже на уровне города, да, и области. Столько нужно решения, они принимают заодно только заседание. А получается, что каждый человек будет тогда в таком случае голосовать и относительно собственного чуть ли не района, города, области и страны. Да. Если ему придется выборов делать, столько всякий раз нужно будет ему голосовать. Мне кажется, такая ситуация очень сложная. Ну, зато... Неприятных вопросов нужно решать. Ну, не всегда. У тебя же есть сити-менеджер. Сити-менеджер города, например, если тебе надо на данный момент отключить канализацию такого-то-такого-то должника или кого-либо еще. То есть занимается сити-менеджер. И точно так же конкретным уголовным делом, конкретным уголовного человека не занимается все общество целым, но и занимается представитель правоохранительных органов. Но основные, базовые вещи, например, ты можешь делать этот свой выбор, скажем, раз в неделю. Притом по всем. Муниципально, по фонарику, потом на городском уровне, на этом и... Что-то вроде аналога афинской деятельности. Афинской демократией. Да, да. Как было в Афине, мы, честно говоря, не знаем. Ну, тем не менее, это почему? Почему она на него похожа? Потому что их там было мало, они выходили все на одну площадь и могли там решить этот вопрос. То есть, да, демократия, она возможна, истинно, в полном смысле, демократия в масштабах одного, ну, города, даже не такого, как у нас, а там... Да, не город, город, государство. А тут, оказывается, ты смотришь, что они сравнили. Понятно, что эта система появится не у нас первая. Появится на таких странах, как Исландия, на 200 тысяч человек. Или на каких-то еще. Вот посмотрим, это они пытаются сейчас с новой программой выступить, отказа от государства как такового, что не будет вообще государства никакого. Ну, вот, отчасти немножко это и страшно. Ну, понятно, все жили. Как говорят, худше в большинство, вот в чем тоже. Все жили. Ясно, что подобный переход, он без определенного рода политических потрясений невозможен. Но на сегодняшний день у нас же в постсоветском странстве сложилась прямо противоположная ситуация. У нас, по сути, появились везде наследственные монархии. Наследственные. Вот. Ну, как в Азербайджане, самый, что ли, есть пример. Но которые маскируются под президента. Как вот в Северной Корее. Там наследственная монархия уже три поколения сменилась. Но тем не менее, они же подклоны там президента, не подстали постсовета или генеральный секретарь, кто чем, Кен Чемнер. Он под кого-то другого наклонится. В Сингапуре тоже наследственная монархия. Вроде бы демократическое государство. Но оно тоже маскируется под, как будто он там премьер-министр, будто бы. На самом деле она от отца к сыну передается. Вот. Это на каждом шагу. То есть есть страны, у нас имитационная демократия, есть демократия активная, но они тоже очень специфические. Я тоже могу, хочу заметить. Что такое в Штатах, как она происходит? Две партии только. Нет, не две партии в Штатах. Ну, основные партии две. Нет, еще раз. Партии там сто, даже тысячи. Нет, там не сто, не тысячи, там порядка, я не буду с цифрой полной. Ну, это то, что вы сейчас хотите сказать, это Болдачев называет желудок справа. Не знаю, там как Болдачев, это его проблема. Значит, там то ли 6, то ли 18 партий примерно. Ну, в президентских выборах там участвует порядка 6 кандидатов. Да. В том числе там всегда участвует кандидат, кандидат, значит, от партии либертарианской. Да. И плюс еще вот в этот раз будет, и, наверное, в прошлый были, от зеленых. Да. То есть, по крайней мере, вот я вот... Да, и набирает какие-то доли, проценты своих. Может, даже проценты. Да, поэтому... Ну, это не важно, но общество... По сути, потому что как осуществляется, потому что ведущие политические силы полностью контролируют средства массовой информации общества. Вот. Это происходит вот таким образом. И здесь тоже она... Это ваше предположение. Ситуация, она... А здесь ситуация могла бы просто-напросто измениться. То есть, все как паровозы, как мамонты, все сенаты, президенты и все какие-то прочие институты, думы, эти... Государственные советы, они уже на сегодняшний день отжили свое. То есть, это реликты предыдущей эпохи. Понимаете, нельзя так сказать, что это отжили свое. Вот еще раз возражение насчет того, что всякая истина конкретна, да, и у каждого явления есть и форма, и содержание, да. Если, значит, есть в разных странах разные порядки, да, вот, допустим, есть страна Австралия, в которой, значит, является участие в выборном процессе обязательным. Ну, много старших, алексейбург. Там процент явки должен быть, это стопроцентный, да? Да, есть страны, в которых не участие в выборах является уголовным преступлением. У нас, допустим, в Российской Федерации в муниципальных выборах там нет процента явки, да, значит, в Госдуму тоже нет процента явки, там постепенно, то был, теперь отменили. Ну, это же... Ну, и что? Тут могут быть две крайности. Или все участвуют, да, или участвуют, вот все, значит, я же, или вы предлагаете, что, допустим, участвуют все заинтересованные, да? Но они не выбирают, они не делегируют свои полномочия, они не выбирают своих кандидатов, каких-то там еще, депутатов своих куда-то, они этого не делают. Они работают с конкретно взятыми законами и с конкретно взятыми решениями. То есть институт непосредственной демократии, это был анекдот в свое время. Мы с этим делом в 80-е же года были очень свободными, и мы в политклубе с этим делом очень плясали. со всем этим. И нам рассказал один конструктор тогдашнего, райкома КПСС, что он разговаривал с представителями... Инструктор, не конструктор. Инструктор. Конструктор сказал? Инструктор, да. Он разговаривал, Виктор Павлович Конов, по-моему, он звали. Он разговаривал с представителем ливийской джемахерии. Ему говорят, а у вас представительская демократия? Не, у нас говорит, непосредственно. У нас все говорят, все выступают в этих... Подождите, но как вы принимаете решение, как вы можете собрать столько народу, у вас там несколько миллионов человек. А мы, говорит, берем мы специальных людей, назначая их представителями от нас, и отправляем на выборы. Подождите, но у вас тогда представительская демократия? Не, у нас непосредственная демократия. Вот такие вот вещи были. Ну, в общем, я все сказал. Дело в том, что... Так а в чем идея вашего предложения, что ликвидировать институты представительской демократии? Да, полностью. Перейти на непосредственную демократию. То есть тогда, значит, остается вот это не четыре власти, судебные СМИ исполнительные, а вместо вот это законодательные контролирующие... Законодательный будет сам гражданин. Сам гражданин и будет. Это будет, значит... Да, сам институт. То есть у тебя вся Государственная Дума, скажем, она на каждую делается. Каждый становится делегатом, депутатом. Ну, надо разбираться конкретно, как это лучше сделать. Что делать с судами? Что делать с институтом президентской власти? Нет, но вы про суды не говорили. Я про них ничего не говорил. Надо разбираться, потому что подобного рода представление к непосредственной демократии, оно всю политическую систему государства должно реформировать радикальным образом. Как это сделать лучше, я просто не знаю. Потому что... Вы понимаете, что не надо тоже всегда... Вот еще раз возвращаясь к форме и к содержанию, что если вот форма средства связи такие-то позволяют, допустим, устроить электронное голосование. Вот есть сайт Changework, значит, вот на нем там... Вот интересно там, допустим, петиция за что-то или петиция против чего-то. Вот мне это интересно, я там участвую. Вам это не интересно, вы даже, может, об этом и не знаете, вы в этом не участвует. Да, я не участвую. Вот форма там вот участия. Ну, а чего это? Это имитационная форма, чтобы пар скинуть, но... Почему? А теперь вопрос-то, а кто, значит, если у нас законодательно прописано, что представитель исполнительной власти должен обратить внимание на эти электронные игры? Ну, будет прописано, куда денется. Будет прописано, будет, и куда он денется, этот человек. Ну, как куда денется? Ну, если будет она устроена таким образом, что он будет на это обращать внимание. Он сейчас и на депутата также не обращает внимания. На запрос, там, отписки. Грузите в эти... апельсины ведрами братья Карамазова, да, как там было? Мне кажется, что все-таки рано. Из-за того, что, допустим, в Российской Федерации власть захватили чекисты и институт выборов полностью себя дискредитировал, значит, это не говорит о том, что вообще как явление, как международный... Все, кранты уже, все, кранты. Все уже. Дело не в чекистах, я повторяю, не в плохом Путине, а дело вот это само по себе. Все, все, любая Государственная Дума по определению, любой институт представительской демократии противоположен стал демократии как таковой. Никуда от этого не дется. Почему? Вот смотрите, вот, допустим, взять вот странные североатлантические цивилизации, да, вот Швейцария, да, там, значит, вот они там, наверное, каждый квартал или раз в полгода у них проводится какой-то там общенациональный референдум. У них очень... Все вопросы, вот так же там... Ну, как и в штате Калифорнии, допустим. Решаются на референдумах, да. Вот сейчас, значит, в следующий момент был там глобальное решение, значит, в этом Великобритании принято, да, из выхода из огромного там экономического, общественно-политического там военного союза, да. Вот провели там референдум, да. Значит, а теперь, допустим, вернемся к Российской Федерации. А когда вы помните, что был референдум в Российской Федерации и что было с теми людьми, которые, значит, в последний раз предлагали какую-то идею референдума? Ну, это опять в частности, это не посвящено моему докладу. Это не посвящено моему докладу. Нет, ну вот... Ну, это все частности, я же говорю о более глобальных вещах. Так нет, глобальные вещи, да, вот это, вот референдумы, да, вот может быть, вот если взять, рассмотреть швейцарскую модель, да, может быть, вот это и есть у них более, вот то, что вы предлагаете, что нет, нет это... Это то, что вы рассказываете, вы мне предлагаете сделать выбор между прошлым, позапрошлым и позапозапрошлым. Ну да, я думаю, прошлый выбор лучше, чем позапозапрошлый и этот, чем такая условно-феодальная монархия, которая абсолютистская, которая у нас существует. Да, может быть, лучше. Ну вот если сейчас, допустим, взять Швейцарию, да, вот продолжить ваш пример, да, вот если там считать, да, вот допустим, мы с точки зрения Российской Федерации считаем, что это там страна с демократическими традициями, вот 200 лет, она живет там без войны и так далее, люди трудятся, самый высокий уровень жизни и все такое, да, и вот. Вот у них, значит, часто проводится референдум, так может быть, но у них все равно есть какой-то представительный орган власти, который руководствует результаты вот этого референдума. Ну вот, кстати, спасибо за пример, очень хороший пример, как новые технологии меняют судьбу. Почему? Потому что 100 лет назад было расхожее выражение «отуп» и «глуп» как «швейцарец». Почему? Откуда оно возникло? Потому что типичный швейцарец выглядел низкорослое существо с умственной отсталостью. Это было очень распространено. Мы про это уже забыли на сегодняшний день. Чем это обуславливалось? Тем, что они жили в горах и их горные источники были крайне бедны йодом. Как все эти проблемы начали решили? Просто начали добавлять йод куда нужно, ну там, в хлеб, в напитки, что-то еще. Про никто теперь такого обращения «туп» как швейцарец такого нет. Это нормально развитые люди. А всего лишь простая технология. Немножко йода людям добавили и они превратились в одну из самых высокоразвитых стран мира. Правда, говорят, скучную, как морг. Ну вот. Такова вот эта ситуация. Вот простейшая эта штука. Простая технологическая вещь добавления йода в продукты изменила судьбу целого народа, который раньше был символом кретинизма. Ну все. У меня все. Ну нет, еще можно несколько моментов обсудить. Чуть-чуть. По крайней мере, как бы мы могли вот прийти к этому, вот, быть может, неплохо было бы наметить план, какие-то переходы беззвенния к этому были бы. Просто интересно представить. Это один момент. И второй момент. Я вот представляю, вдруг у нас в стране такое происходит. через какое-то время может быть следующая ситуация, что будут появляться такие своеобразные подпольные партии, которые будут распространены, так как уже информационное поле будет очень мощное, взаимодействие информационное между людьми будет тоже очень мощное посредством сети интернета. И будут создаваться такие вот, грубо говоря, партии, силы, которые будут этими голосами также управлять. Именно в нашей стране, в нашей специфике, нашей страны. Вот такое может произойти также. Ну, вполне возможно. Вполне возможно, что пенсионер в состоянии таким проголосовать. Например, проходить в специальное место, ему будет давать там 500 рублей и обучать его это дело голосовать за нужного человека. Это, конечно, будет. Но, тем не менее, это вот движение в этом смысле. Пытаться там говорить, что эти выборы плохие или хорошие, их тут лучше. Мертвому при партии вообще. Все эти государственные думы. Да пошли они нафиг. И вот еще один момент. Все-таки тогда можно... Ты не ответил на вопрос. Да, вот. А как вот вернуть... Это неизбежно. У тебя всегда будет институт лидеров общественного мнения. У тебя будет супер-блогер, на который будут люди ориентироваться и мнением которого... Вопрос-то был. Если вы предлагаете, считаете, что вот этот институт представительной власти устарел, да? Вот, допустим, задан вопрос. А как вы предлагаете пути или вехи направления перехода для Российской Федерации? Ничего не могу сказать. То есть у меня и... У меня есть предложения, но они подпадают по целый ряд статей Уголовного кодекса. Нет, ну почему? Первое могло бы быть такое, чтобы мы выбирали думу и обе палаты даже могли бы выбирать посредством вот этих вот всех механизмов. Да, это кстати правильно. Это да. Система сама. Это сама собой. Это сама собой. И если бы уже позволило сменить и дальше... Да, а потом убрать вот эту думу нафиг чертям. Ну постепенно. Отказаться. Ну а с другой стороны... Она уже самой, ей самой уже будет не нужно. Вот смысл Совета Федерации. Вот Жириновский часто говорит, что не должно быть такой палаты, потому что она не нужна. Но она выполняет очень важную вещь на самом деле. Она влачает проблему утилизации. Вот сейчас-то какой-то генерал или кто-либо еще или высокий чиновник, например, Матвиенко, они держат свой пост, уйти за него не хотят. Но теперь есть проблема утилизации. У них изостаётся высокий статус, высокий уровень дохода, привилегии, всё, в чём превосходит, оно становится сенатором. Это не утилизация. Это и есть утилизация. Утилизация? Потому что роль Матвиенко в её власти, она практически нулевая. Хотя она глава Совета Федерации. А когда она была губернатором Петербурга, у неё была реальная власть, отчеканенная в твёрдой монете. Но это говорит лишь просто о том, что да, она сейчас, сейчас в Российской Федерации значение органов представительной власти принижено. Утилизационно. И я думаю, что здесь не только не играет, кто возглавляет, мужчина, женщина, и как её фамилия, на букву О заканчивается или как-то по-другому. Да, не играет. Поэтому Совет Федерации это вот такой утилизационный орган. Хотя у меня знакомый был, он был сначала сенатором, а потом стал губернатором. Ну если не наоборот. Обычно губернатор, губернатор, а потом сенатор. А он у него по-другому стал. Это губернатор нынешний ненецко-автономного круга. Но сенаторы, если к членам Совета Федерации употреблять слово сенаторы, это тоже, значит, не совсем корректно, потому что у них как непонятно. Ну это да, это свидетельство о доминации Соединенных Штатов Америки. Да, если взять это, рассмотреть североамериканские штаты Соединенных Штатов Америки. Да, они-то сенаторы, но зато депутаты Государственной Думы у нас не конгрессмены почему-то. Там выбирается от какой-то местности два человека, то есть губернатор и сенатор. И, соответственно, получается, что один непосредственно губернатор руководит на месте, на территории, а сенатор, значит, непосредственно представляет интересы вот именно этой территории в высшестоящей, ну, самой высшестоящей инстанции. Но это не в подражение США, а в подражение республиканским институтам Древнего Рима, собственно говоря. Там же оттуда пошли сенаторы и название самоц. Да, конечно. Название, да, но функция. Да, они же американцы, у них Капитолий и все прочее, они построили по некоторому художественному премию. Я думаю, империю пародировали и Советский Союз отчасти. Конечно, ее все пародировали, да. Ну, все, значит, да. Могу хлопать.